Добрый день, уважаемые зрители. Позвольте представить нашего сегодняшнего гостя. Это представитель компании RIGOSNAMU Parvaldnex по общественным коммуникациям Крист Лейшкаунс. Добрый день. Добрый день. Крист, РНП выдвинуло требования для должников до 20 числа выплатить все долги. Скажите, как происходят дела на этом плане? Я, наверное, скажу так, что это было не требование, а пожелание со стороны RIGOSNAMU Parvaldnex тем клиентам, которые имеют долги, это сделать до 20 числа, потому что не задерживать процесс подключения к теплу, к отоплению. Потому что, если мы смотрим по ситуации в Риге, то компании по предоставлению тепла, RIGOSNAMU, они не подключают дома к отоплению, если имеются долги по последнему отопительному сезону. Общая ситуация с долгами, она, в принципе, несравнимо лучше, чем годом раньше. Потому что, если мы смотрим ситуацию в прошлом году осенью, то долг за последний отопительный сезон был порядка 2,6 миллионов объем. И это только за один отопительный сезон. То в этом году, если еще месяц назад мы надеялись, что эту сумму удастся снизить до миллиона на миллион двести тысяч минуса, то на данный момент ситуация еще лучше, потому что остаток долга на данный момент порядка 700 тысяч евро. Так что это сокращение более три с половиной раз. Она объяснима, наверное, во-первых, изменений и коммуникации с клиентами. Это одна часть, потому что велись такие, скажем, очень простые другим компаниям стандартные решения, как напоминание о наступлении оплаты долга, о том, что если долг не был проплачен, то сразу в течение нескольких дней напоминание о том, что имеется долг в объеме последнего счета, потому что очень многим после того, как не оплачен один счет, скажем так, мы знаем, что два счета одним разом заплатить намного тяжелее. А если это уже три счета, тогда может возникать ситуация, что начинается ситуация коммуника, которая все время наматывается больше и больше, и человеку очень трудно выйти из этой ситуации. Поэтому эти дополнительные меры, они, конечно, помогают и мотивируют клиента заплатить своевременно. Еще такой немаловажный пункт в том, что очень сильно быстрее выписываются счета, потому что все-таки, несмотря на то, что мы должны получить информацию и от Regas Udense, и от Regas Siltoms и так далее, от всех компаний, и эту информацию обрабатывать. Поэтому, конечно, если мы должны обработать счета из нескольких компаний, которые представляют услугу, то это занимает какое-то время. И, в принципе, задача в этом году была снизить этот срок, то время, которое затрачивается на обработку этих данных, чтобы клиенты получали счета намного раньше. Если раньше это было по порядку, обычно это было примерно в 20-х числах, то на данный момент за последний месяц счета были выписаны уже 9-10 числа. Это тоже помогает людям более рационально планировать месячные расходы. И это дополнительно, конечно, есть еще дополнительное напоминание клиентам о том, что если есть какие-то долги, так этот комплекс мер, он, в принципе, дал какой-то результат. Именно активность и работа, и спасибо всем тем клиентам, которые платят своевременно. Так что это их заслуга в том, что намного меньше сейчас вопросов о подключении к отоплению. Еще несколько месяцев назад звучала цифра в полтора миллиона евро. Сейчас вы сказали, что примерно 700 тысяч. Даже не полтора месяца. Это было еще месяц назад. Как я говорил, мы на тот момент надеялись, что эта сумма будет порядка миллион, миллион пятьсот тысяч, миллион двести тысяч. Мы надеялись, рассматривая трезвую ситуацию по тому, как поступают деньги от клиентов. Но на данный момент, да, эта цифра 700 тысяч, которая, в принципе, почти в два раза меньше, чем была надежда добиться результатов. Есть какие-то дальнейшие планы? То есть есть ли шанс, что приезжание останутся без долгов за отопление? Это, конечно, во-первых, зависит от самих клиентов, потому что управляющая компания, она является только посредником между поставщиком и клиентом. В принципе, мы не поставляем эту услугу, так что очень важно это всегда помнить о том, что и ваши решения, они влияют на весь дом. Потому что если Ригис Силтумс имеет право не подключить дом, даже если там есть только один должник и не самые большие долги, то, в принципе, это, наверное, скажем так, неблагоприятно может повлиять на весь дом. Потому что в течение последнего года Ригис на Паруэлнекс несколько раз поднимал вопрос о том, что нормативная регулировка не справедлива на данный момент, потому что при нулевом долге, мы понимаем, что это очень комфортно для поставщиков тепла, такая регулировка. Но с другой стороны, на данный момент те, которые становятся заложниками этого регулирования, это и собственники квартир, жители наши и управляющая компания. Потому что мы от этой услуги не получаем никаких дополнительных доходов, но с нас требует, по сути, с нас требует проплатить те долги, которые имеются. Средств, от которых это делать, не предусмотрено. Так что эта ситуация, она ненормальная. Мы обращались в министерство экономики все-таки по вопросам изменения законодательства, чтобы, в принципе, посмотреть, чтобы подключалось с кратковременными долгами. Это в течение нескольких месяцев, порядка полугода, чтобы с такими долгами можно было подключить, потому что за течение полугода невозможно провести все юридические процедуры по взысканию долга. Это уже первый пункт. Второй пункт. Все-таки рассматривать только последние месяца. Дополнительно, конечно, смотреть, может быть, стоит уже вводить прямые, полностью прямые договора между поставщиком и управляющим и поставщиком тепла и квартирой. Так что, в принципе, конечно, всегда имеется эта информация, что если счет будет выписывать сам поставщик, то это будет обходиться клиенту 3,3 евро. Мы в этом случае готовы полностью содействовать и продолжать включать эту часть в наши счета бесплатно, чтобы никакие дополнительные расходы не могли повлиять на, скажем так, переход на такого рода прямые расчеты, где поставщик тепла был более заинтересован рассматривать весь кредитный портфель, портфель дебюторов и более тщательно принимать решение о том, кого подключать, кого нет. А насколько это технически возможно? Получится, что, например, один человек подключил напрямую, соответственно, заключил договор с Рига Силтон? Там даже не вопрос договора. Есть вопрос принципа. Если и тут самое, что обычно люди говорят, нет, мы не готовы переходить на прямой, потому что там за каждый месяц, каждый счет будет нам стоить 3,3 евро. Это, конечно, цифра, которую всегда можно потратить на другие цели, поэтому мы предлагаем. Там не вопрос одного клиента, другого клиента. В принципе, что все клиенты переходят на прямой. Так что в тот момент мы готовы на себя взять ту часть, которая называется подготовка счетов. Как и раньше они получали те же самые счеты, только там была строчка с другим получателем за теплоэнергию. Так что такой вариант тоже мы на данный момент рассматриваем, потому что этот норматив, который в силе, он, в принципе, комфортабелен для поставщика тепла, но он не в интересах собственников квартир и управляющих компаний. Понятно. Что касается взыскания долгов. Прозвучала информация, что вы переходите, передали эту услугу третьим лицам, коллекторам с этой высунью. Правильно понимаю? Пока еще не передали, но в данный момент был объявлен конкурс. Есть предложение от фирм, от фирмами, которые этим занимаются профессионально по взысканию долгов. Расскажите, как это будет работать? Оно будет работать, как всех других нормальных, стандартных компаний. Потому что если мы смотрим по большим предприятиям, которые представляют услуги, то на данный момент, наверное, только Ригзон Парвелл этим из больших компаний занимался сам. Если мы смотрим на любую другую большую компанию, неважно, это в сфере телекоммуникации или в сфере электроэнергии и так далее, все эти компании, они не занимаются сами процессом взыскания долгов. Этим занимаются предприятия, у которых это профессиональный бизнес. То, с чем мы обращались с нашими клиентами, это все-таки с просьбой рассчитаться сейчас. Потому что в тот момент, когда эта услуга передается к коллекторным предприятиям, они имеют право добавлять некую сумму за свои услуги. До 17 евро они имеют право по нормативу сделать свою набавленную стоимость взысканием долга. Так что, чтобы не допустить ситуацию, что долг увеличивается на эту сумму, мы обращались с нашими клиентами с этой просьбой проплатить долги сейчас, чтобы потом этот долг, во-первых, не переходил к коллекторной фирме и на данный момент и помогал в процессе подключения отопления. Это два таких пункта. Предприятия будет два, которые будут предоставлять эту услугу на правый берег и левый берег реки. И, в принципе, еще одно большое, наверное, изменение в том, что если сейчас только часть клиентов попадала в регистр не подписчиков, то, наверное, начиная с того момента, когда будет работать коллекторные компании, которые будут заниматься должниками RxNaparlenex, эта информация более быстро, более, скажем так, объемно будут поступать в этот регистр. Так что с этим надо считаться и впредь, что эта информация может появиться там и это может осложнить жизнь наших клиентов. То, что надо брать в виду обязательно, это то, что на данный момент, если есть какие-то признаки, что человек имеет кратковременные или другого рода трудности оплатить счета, то обязательно надо обращаться в социальную службу. Там есть программы, которые помогают людям побороть ситуацию, которая возникла. Так что это всегда надо брать на ус и использовать эту ситуацию. Есть контактная информация, мы это указываем в своих напоминаниях, когда посылаем информацию о неоплаченном счету и так далее. Так что это надо брать в виду, если есть какие-то трудности. Если есть проблемы, как я уже говорил, один неоплаченный счет это трудно. Как только это несколько, это более, скажем так, трудно выйти из этой ситуации. Это может повлиять на какие-то долгосрочные финансовые ситуации у конкретных жителей. Поэтому всегда надо рассмотреть это все. Надо взять просто консультацию специалистов из Рыжеской Думы. Это, конечно, всегда помогут и расскажут. Понятно. Смотрите, с нынешними должниками понятно. Те, кто уже сейчас должен, их долги будут переданы этой третьей компании. В дальнейшем, в какой момент долг будет передаваться? То есть, если человек вам должен, например, там 20 евро, там 30 евро или это в зависимости от срока? Это будет, наверное, вопрос не суммы, это будет вопрос срока. Потому что, если мы понимаем, что есть квартиры, где счет может быть, что есть квартиры, где и пять квартир, пять комнат и так далее, большие квартиры, которые имеют счет несравнимый с счетом маленькие, так сказать, квартирки либо в самом центре, либо где-то на окраине города. Так что и там суммы будут отчитаться разами, да, через месяцного счета. Так что вопрос будет, конечно, не в сумме, вопрос будет в дисциплине оплаты. И каждый случай он будет рассматриваться индивидуально. Так что тут не будет так, что мы автоматом будем передавать все. Потому что ту работу, которая связана с напоминанием, ту работу, которая связана с привычной коммуникацией с клиентами, в тот момент, когда долг возникает, мы сохраним у себя. Эта работа продолжится. И, в принципе, мы просто надеемся, что этот объем долгов просто будет намного меньше. И намного меньше случаев попадут компаниям, которые занимаются взысканием долга. Ну, перейдем от долгов к следующему вопросу. А когда, собственно, начнется массовое подключение домов к отоплению? Сейчас уже на улице прохладно. Соответственно, когда вы планируете это? Ну, если смотрим именно по отоплению, то первые дома подключены. Но это те дома, которые, в принципе, не первый год подключаются по решениям собственников квартир. Потому что собственники, они имеют право принять такое решение и подключаться хотя бы в августе. Потому что, если мы смотрим по техническому оснащению домов, то автоматический теплоузол, он регулирует подачу тепла в квартире. И если на улице температура превышает 12 градусов, то теплоузол отключается. Так что, в принципе, это одна часть. Но все-таки эта практика такова, что обычно в середине сентября начинается подключение первых домов по решениям собственников. И остальные дома, они подключаются, поскольку нет такого норматива, как раньше, когда ниже 7-8 градусов, 3 дня подряд и так далее. Такого норматива нет. То, что, по сути, наверное, он был более-менее правильный и этим и, скажем, руководствуется управляющая компания, да, это так. И всегда рассматривается долгосрочный прогноз. Потому что, если исторически смотреть, то обычно, ну, в пункт А в течение недели, наверное, и с финансовой точки зрения, что самое важное, и с точки зрения технически более 2000 домов будет готовы полностью к подключению. Потому что технически и с точки зрения все дома, которые имеют централизованное отопление, они еще раз готовы к подключению. Но с точки зрения финансов, это уже будет в течение недели, наверное, сам, почти, ну, основная масса домов, она будет готова к подключению. Потому что мы имеем на данный момент порядка 200 домов, по которым имеются вопросы и с которыми продолжится работа, коммуникации по тому, как обеспечить более хороший баланс дома. Потому что это те дома, где на данный момент проплачивается меньше 70 процентов счетов. Так что это дома с довольно процентуально большими долгами, потому что это в основном маленькие дома, где счет квартир небольшой, мы не говорим насчет больших домов, это в основном маленькие дома. Но если говорим насчет даты подключения, то она пока непонятна. Мы, как я уже говорил, сейчас более тысячи домов готовы полностью. Они без долгов на данный момент. Их можно подключить в любой момент. Решение будет принято, рассматривая долгосрочный прогноз по погоде. Потому что это самый важный фактор. Мы хотим, конечно, подключить в тот момент, чтобы не начался дискомфорт. Что, конечно, немаловажно, это фактор того, что тепло подрежало. И, конечно, в тот момент, когда вы подключаете тепло, это значит, что все-таки платежи будет больше с того месяца, когда подключается тепло и отопление. Так что это такое решение, которое будет приниматься, рассматривая все за и против. Но основное все-таки будет пункт по прогнозу температуры. У нас остается время еще только на один вопрос. Давайте этот вопрос будет касаться счетчиков воды. До сих пор существовала проблема разницы между личными счетчиками и счетчиками на дом. Скажите, какова ситуация на данный момент? Эта проблема существует или нет? К сожалению, проблема существует. И, к сожалению, пока решения нет. Этим вопросом заведует Министерство экономики. Это правило Кабинет министров 10.13, которые прописаны, как это происходит. Проблема в нашем случае в том, что, по сути, мы имеем два счетчика на одну и ту же услугу. И одно из решений, которое этим можно, так сказать, наконец прийти к решению, это передать полностью эту услугу компании, которые представляют, скажем, в этом случае это водоснабжение. Потому что если вы смотрите реально, то у вас те счетчики, которые в доме стоят, они не ваши. Вы сами их не ставите. Электричество и счетчик идет от компании-поставщика, газы от компании-поставщика. Вот только в случае с водой счетчик ставите вы сами. Это как идти в рынок за продуктами со своими весами. Что, в принципе, на данный момент чуть-чуть абсурдно. И было бы правильно полностью эту услугу передать по счетчику. И он решает, какие счетчики ставить. Все счетчики ставятся одинаковые. Все счетчики имеют один стандарт установки. Потому что очень много проблем. У нас очень разные счетчики. Они очень по-разному поставлены. Есть много компаний, которые эти услуги представляют. И там имеется довольно большой, скажем так, рассол. Где непонятно, что есть что, и кто есть кто, и почему. Уважаемые зрители, я напомню, что нашим сегодняшним гостем был представитель компании Ригасному Парвалдникс по вопросам общественной коммуникации Крист Лейшкоунс.